Приветствуем вас на канале Детский Мир. Слушаем сказку «Жар-птица». Здравствуйте, дорогие ребята! Вы на канале Детский Мир. Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! С вами я, Мишутка. Я знаю, что Мишутка очень любит сказки. Да-да, я очень люблю слушать сказки. Сегодня я вам прочитаю очень интересную сказку, которая называется «Жар-птица». Я не знаю такую сказку. Очень интересно. Мишутка, садись, пойдем, не будем слушать сказки. Да-да, я весь его внимания. Жил, да был на свете хитрый царь. Жадный он был, завистливый и злой. Вот так царь! А в соседнем царстве-государстве летала по небу жар-птица, которая каждое утро солнце будила и людей радовала. Задумал как-то царь жар-птицу изловить. Но хитрющий царь! Позвал он колдуна на помощь. Думал, думал колдун и придумал, как чудо-птицу поймать. И что же он придумал? Взяли они блюдо золотое, насыпали на него сонных зерен. Ой-ой-ой! И в соседнем царствах, жар-птица спахло. Склевала птица зерна, да и заснула. Обхитрили! Ай-яй-яй! Все, теперь моя будет! Обрадовался хитрый царь. Сунул жар-птицу в мешок, вскочил в карету и помчался домой. Бросил он добычу в подземелье и руки потирал. А вот хитрюга! Только для меня светит. А без жар-птицы в соседнем государстве наступила тьма. Не взлетела утром на небо жар-птица, не разбудила солнце красное. Бросились люди в гнезду чудо-птица и там пусто. Но беда-беда! Только следа царской кареты к границе тянется. Освещался народ и отправил к соседнему царю концов с поклоном. Верни, царь-батюшка, птицу! Из нее день не наступит. Нет у меня никакой птицы. Рассердился хитрый царь. Вот обманщик! А сам руки, жаром обожженные, за спину прячет. Тогда пошел народ к Василисе премудрой за помощью. Как не помочь, помогу! Кивнула Василиса и отправилась к хитрому царю. Пришла во дворец и говорит Возьми меня, царь-батюшка, в жены. Обрадовался царь. Как на такой красавице не жениться? Вот чего захотел! Погласился он к невесте целоваться. Хе-хе-хе-хе-хе! И та и молвит. Погоди, царь-батюшка, ты сперва докажи, что и вправду богат, как люди говорят. А вот умница! Василиса премудрая! Тут царь пузо вперед выставил, ворк закрал и давай хвастаться. А хвастаться-то нехорошо! По палатам Василису водил, золото да серебро под ноги сыпал. Смотрит Василиса, нет нигде в палатах жар птицы. Куда же он ее спрятал? А говорят, что у тебя казна в подземелье богатая, говорит царь-батюшка. Может, и врут? Да богаче меня во всем государстве не сыскать! Топнул ногой хитрый царь. И повел Василису в подземелье. А в подземелье с жаром пышет, светом солнечным сияет. Смекнула Василиса, где царь жар птицу прячет и говорит. Ступай наверх, царь-батюшка, я сейчас к свадьбе наряжусь, в меха да каменье драгоценное и выйду. А дальше, дальше что было? Только хитрый царь ушел, бросилась Василиса к двери, что ярче всех сияла, разбудила жар птицу, уселась на нее верхом, да и улетела прочь из дворца. Ну, молодец! Посерчал царь, ногами затопал и послал следом солдат. Ну, едва только жар птица крылом огненным махнула, отступила войско и вернулась к царю ни с чем. Так ему и надо! Ого-го! Здорово придумала! Побежал хитрый царь к колдуну и кричит ему. Коли птицу мне не одолеть, так хоть Василису мне верни. Сказано, сделано. Лопнул колдун в ладоши и в тот же миг оказалась с Василисом во дворце хитрого царя. Ну и чудеса! Затачил царь ее в темницу и начал к свадьбе готовиться. А Василиса на то и премудрая была. Чтобы из любой беды выход найти, поймала она мышку, дала ей сернышко и послала к жар птице за помощью. Как узнала жар птица про то? Что хитрый царь задумал, захлопала крыльями, взмыла в небо и бросилась к царскому дворцу. Вот молодец! И да, это у окон и кричит. А ну отпусти Василису, не то все тут спалю, одни головешки останутся, не тебе со мной тягаться, не бывать этой свадьбе. Испугался хитрый царь. Жалко ему стало дворец свой богатый. Выпустил он Василису, а сам в чулане спрятался. А жар птица крылом махнула и превратила царский дворец в собачью будку. А хитрого царя цацепнула. Царь стал песом! А вот так история! Тих пор тут пес на цепи сидит, да будку свою охраняет. А будку охраняет? Вот, получил за свою жадность. Ребята, вам понравилась сказка? А тебе, Мишутка? Очень смешная сказочка! Правда, ребята? Ребята, не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео со своими друзьями. Ну а те, кто еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. С вами был Мишутка. До новых встреч, ребята! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok